Шаббат Салом! Слава нашему Господу! Мы действительно очень много говорим о традициях, о подобного рода вещах, без которых, я абсолютно уверен, невозможно качественно проповедовать в Израиле. Но вместе с этим я также абсолютно уверен, что нам необходимо постоянно держать в центре своего внимания основы нашей веры. Мессианское движение, оно абсолютно нуждается в моем понимании в постоянном закреплении основ своей веры. Без этих оснований мы также не можем качественно нести благую весть не только в Израиле, но и за пределами нашей страны. Потому что без этого вообще все теряет всякий смысл. Очень важно помнить то, что любой материал касательно иудаизма, он очень духовный. Это не просто, знаете, литература какая-то или информация, почитал, запомнил, рассказал. Это проникает вовнутрь. И если не будет оснований, то этот материал не только может, он будет размывать основы, на которых должен стоять верующий человек. Здесь тоже есть интересный аспект, потому что, знаете, все-таки имеет значение, кому мы проповедуем. Согласитесь, одно дело проповедовать, ну, допустим, туземцам, людям, которые ведут, в принципе, примитивный образ жизни вдали от цивилизации. У них есть свой язык, может быть, даже есть у кого-то, а у многих нету письменности. И им, как бы, благую весть нужно доносить на их уровне понимания вещей. Но народ, который 3300 лет уже держит в руках Тору, конечно же, вот этой категории людей донести благую весть, с одной стороны легче, а с другой стороны труднее. Легче, потому что о Боге знают все. Труднее, потому что написаны книги, выработаны, как бы, стереотипы, которые не дают войти этой благой вести в сердце человека. Поэтому мы с вами призваны к очень непростой задаче, очень сложной. И поэтому сегодня я хочу поговорить на тему, вот если бы я проповедовал на иврите, я бы, скорее всего, назвал эту тему Ашем, имя. Сегодня в молитве прозвучало, нету другого имени, кроме имени Иисуса Христа, которым бы надлежало человеку спастись. Это сказано в Деяниях Апостола, 4 глава, 12 стих. Понимаете, это как бы сердцевина нашей веры, это основа нашей веры, потому что все сводится к Ишуа Мессии, Он избранный Богом Машеах, Он предопределенный с самого начала. Почему я хочу коснуться этой темы? Иногда приходят вопросы, иногда кто-то звонит с вопросами ко мне, а иногда просто ты слышишь где-нибудь мысли, да? И вот как бы в мессианском пространстве не сказать, чтобы многих, и не сказать, чтобы всех, но некоторых, пошатывает вот в этих вещах. И то в одну сторону завалятся, то в другую. Любая крайность, она не выстраивает внутреннего человека правильно. Поэтому очень важно нам держаться, скажем так, определенного Богом фарватера. Поэтому те вещи, о которых сегодня я скажу, это можем вот обозначить, как главные такие маяки, главные буи, определяющие фарватер для верующего мессианского еврея. Первый текст, который я хочу зачитать, находится в книге «Деяния апостолов», 17 глава. Это отрывок из проповеди Раби Шауля в Ариапаге. И здесь он говорит также центральные вещи. Напомню, что проповедь Евангелия в нашем народе должна начинаться вот с главных вещей, а потом уже подкрепляться аргументами. Я начну с 26 стиха. Кто захочет дома с 22 посмотрит. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, с 26 стиха. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы и живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и роду. Итак, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Амин. 30 стих говорит о том, что оставляя времена неведения, Бог повелевает людям всем и повсюду покаяться. Кто-нибудь скажет, сегодня, наверное, самый просвещенный век, 21 век. Хочу вам сказать с полной ответственностью, сегодня неведения или неведующих людей гораздо больше, чем было в конце 20-го столетия. По одной простой причине. Сегодня люди перестали читать книги. Зайдите сейчас в интернет, я не имею в виду в шаббат, вообще, зайдите в гуголь и напишите полезно или нет кушать кукурузу и вы найдете материал, что это полезно и вы найдете материал, что это вредно. Как бы сегодня есть возможность каждому выбирать то, что ему хочется, понимаете? И люди этого не замечают. Сегодня люди становятся невежественными, безграмотными, невежливыми. Я знаю, в нашей общине мы работаем с этим, но очень многие люди сегодня во время переписки в WhatsApp или Viber даже не здороваются. Трудно себе представить, чтобы человек встретился с другим человеком на улице и не сказал, вот мы здесь в Израиле, да, манишма, шалом, как дела, здравствуй. Когда люди находятся в интернет-пространстве, они сразу пишут то, что хотят сказать. Даже не пишут шалом, потому что это долго, это время забирает. Обратите внимание, как дьявол разрушает отношения между людьми через очень простые вещи. Это отдельная тема, можно говорить очень долго. Сегодня интернет точно так же разрушает общины, хотя мы тоже ставим материал в интернет, просто для того, чтобы там было что-то из мессианского. Не только мы, есть и другие, но вот все, что хорошее придумывает человек, он всегда это использует во зло. Вы знаете это? И вот буквально недавно в течение нескольких месяцев вот я думал, с одной стороны неплохо, кнопку нажал, послушал проповедь, кто-то говорит, как на собрании побывал у нас. Однако нет, не побывал. Знаете почему? А как насчет причастия? Вот у нас через шаббат следующий рожходыш у нас будет причастие. А как насчет того, чтобы руку пожать? просто. Вот у нас хупа была, да, на этой неделе. Я не помню, с кем я поздоровался, с какой-то сестрой. Правда, не обижайтесь, но я не помню. И мне сестра говорит, ой, у тебя такие теплые руки. Мне после хупы было очень жарко. Я, знаете, я, наверное, никогда и нигде так не волнуюсь, вот, когда провожу венчание. Но я что пытаюсь сказать? По интернету ты не почувствуешь тепло человеческой руки, друзья. И извините за прямоту, и никто на хвост тебе не наступит в интернете. А если наступит, ты его сразу раз и забанил или вычеркнул. До свидания. Ты сам управляешь ситуацией, но когда ты приходишь в живую общину, а это план Божий. Понимаете? Ты начинаешь соприкасаться с людьми. От кого-то хорошо пахнет, а кто-то не успел принять душ. Я ни на кого не намекаю, ничего не говорю, просто это обычное состояние наше людей. Сейчас, правда, зима, мы не так много выделяем жидкости через поры, тем не менее. Живые люди могут дать настоящее живое общение. Бог создал человека социальным существом, не для интернета. И то, что в принципе мы должны делать во благо, кто-то считает, а теперь можно отсоединиться от людей. И быть в теле, на самом деле он выпадает из тела этот человек. Дух начинает сохнуть. нам нужно видеть глаза, нам нужно чувствовать реакции. Я абсолютно уверен, сегодня самые невежественные времена. А людям кажется, что они очень образованные и очень продвинутые. Какая-то часть, да, но основная масса населения нет. Потому что пользуются символами даже. В всех этих программах там символы. Двухлетний ребенок уже может научиться, но двухлетний ребенок не может читать взрослые книги. Так или нет? Я вам специально даю вот такие сравнения. Я всех мотивирую читать книги. Я всех мотивирую ходить с печатной Библией на служение, а не пользоваться телефоном. Но я хочу начать с 26 стиха. Писание говорит, от одной крови Он, то есть Бог, произвел весь человеческий род для обитания по всему лицу земли. И вот мысль, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Понимаете? У каждого народа оказывается есть определенное Богом время и пределы, где Он может обитать. И то, что люди воюют, отнимая друг у друга территории, 100% нарушает порядок, установленный Богом. Теперь это мы прочитали в Новом Завете. Кто знает, по какому принципу Бог распределял землю между народами земли? Поднимите, пожалуйста, руку. Очень хорошо. Раз, два, три, четыре. По какому принципу? Я говорю, народы земли не еврейские. из четверых заявленных два сказали правильный ответ. Второзаконие 32 глава 8 стих. Даже седьмого вот это это же обращение да вот к людям. Вспомни дни древние по мысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего и он возвестит тебе старцев твоих и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам, расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа народ его и Аков наследственный удел его. Амин. Интересный стих, правда? Отрывок. Оказывается, территории для всех народов земли, условно давайте считать их 70, исходя из библейских критериев. 10 глава книга Бытие. Сегодня есть уже племена, наречия, как бы подразделы внутри, но основных народов 70 на земле живет. И каждому Бог назначил пределы по числу сынов Иакова или Израилевых, как тут написано. Существует, оказывается, некая пропорция, свящая, которую знает только Бог, и Он знает, почему и для чего. Ну, может быть, кому-то откроется супероткровение или просто откровение, но написано здесь тоже пределы есть. Понимаете, всему есть предел. Сегодня люди живут, любой народ, и людям сегодня кажется, что они управляют временем, они управляют историей, они управляют даже Богом. На самом деле, с самого начала все происходит в четком соответствии с Божьим замыслом и с Божьим планом. Поэтому то, что, например, китайцев полтора миллиарда, может быть, там меньше, я не знаю сколько, сколько китайцев сегодня. Было миллиард когда-то. Полтора миллиарда. Вот Слава у нас ездит в командировки в Китай, знает. Это тоже определено Богом, понимаете? Вот это пропорция. А теперь представьте себе, что сегодня в Китае наверное больше всех верующих. Там же очень распространено христианство сегодня. У Бога есть, видимо, какой-то план для каждого народа. Какой-то народ становится меньше, какой-то больше. Кто знает, что некоторые народы исчезли с земли? Исчезли, их нету. Не существует уже назначены пределы и время для этих народов. Это говорит о том, что существует Божий промысел. Мы думаем, что все на самотеке, вот как-то так оно само по себе происходит, а на самом деле нет. И поэтому Бог через автора книги Деяния апостолов говорит человеческому роду, все произошли от одной крови. Что это значит? От Адама и Евы. У всех один предок Адам и Ева. Понимаете? Наш народ начинается с Авраама. Это первый человек, названный евреем. Но его предок семь поколений до него имел имя, в корне которого есть слово Иври, Эвер, слово Лавор. Эвер, он первый перешел поток и начал жить отдельно, как бы за пределами цивилизации, то есть некие проблески, противостояния злу, которая как плесень распространяется в цивилизованных участках, есть люди, которые выходят за пределы, понимаете? Поэтому план Божий община его, несмотря на то, что мы должны, конечно же, жить среди людей и проповедовать им, мы должны помнить, что у нашего народа есть определенное призвание, так как здесь написано. Это призвание не в том, чтобы гордиться, кичиться или унижать другие народы. Призвание заключается в том, что нам вверено Божье Слово. Об этом написано в послании к римлянам, 3 глава, 2 стих. Какое преимущество от обрезания, какая польза от обрезания и какое преимущество у иудеев? 2 стих говорит, великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Человек, которому вверено Слово Божье, и тот, кто держит в руках это Слово по учению нашего Господа Ешоа Мессии, он должен быть скромным, он должен быть тихим, он должен быть человеком, живущим на том же самом уровне, что и простой народ. Он не должен нуждаться ни в чем, потому что в этом тоже благословение Бога, но и избытка не должно быть. Сегодня, ну я так скажу, не то чтобы сегодня, но мы часто слышали, мы дети царя, мы дети царей, помним это, да? Слушайте, ну так царям тоже было предписано не умножать коней и жен. То есть даже если мы будем думать так, что мы дети царя, то мы должны быть скромными. Моисей тоже был сыном фараона. Выбрал жить в пустыне со своим народом вместо того, чтобы пользоваться привилегиями. Текст этот говорит о том, что все люди перед Богом одинаковые в плане греха и возможности покаяния. Примириться с Богом можно только через одно имя. Это имя Ишуа Машех, Иисус Христос. На английском Jesus Christ, наверное, да? Кто у нас английский знает? Я учу английский. Медленно учу. Такой затяжной прыжок у меня, но потихоньку идет. В каком бы народе сегодня вы не спросили, сегодня я говорю, все знают это имя, так или нет? И те, кто верят, и те, кто не верят, но все знают это имя. Это и был план Божий. Потому что только этим именем человек может спастись. Интересная вещь, в нашем народе, вместо того, чтобы говорить слово Элогим, говорят Ашем. Я сейчас не говорю о перекосах типа Элогим. Знаете, слышали? Все слышали же, наверное. Если там буква Г, там никак не может стоять буква Ку, потому что она из другого места. меня вообще настолько это удивляет. Но мы сегодня не будем погружаться в разбор таких вещей. Но это перебор уже. Это неправильно. Но когда заменяют на Ашем, то есть Га Шем, конкретное имя, я под этим понимаю именно имя Ишума Шеха. Понятно, что религиозные так не думают, не думают же они так. Не думаю. А посмотрите, что написано в нашем тексте, друзья. 23 стих, 22 стих, а потом 23, главная мысль в 23. И став Павел посреди арепага сказал, афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу, сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Один к одному. Афиняне поклоняются неведомому Богу. Как вы думаете, что это был за Бог такой неведомый? Ну, точно не Иисус Христос, правда же, нет? Они же имели в виду что-то другое. Но Павел, используя это, говорит, так я вам сейчас расскажу, что это за Бог неведомый. И проповедует им Аишуа, так или нет? Давайте проведем параллель. Еврейский народ, можно сказать, что особо набожный или нет? Вот сегодня. Да, это не связано с живой верой, а вот набожность именно. Что такое набожность? Это определенные традиции, внутри которых как бы изначально наверное что-то было хорошее, но потом оно выхолостилось с годами. И люди продолжая как бы это все делать, уже не вкладывают изначальный смысл туда. Набожность, именно вот набожность. То есть это все выглядит религиозно, но живой и настоящей веры там нет. Конечно же еврейский народ можно смело назвать набожным. Люди молятся, ходят в синагоги, празднуют праздники и делают многие вещи, которые предписаны Богом в этой книге. По одной простой причине, потому что это единственный народ на земле, традиции которого взяты отсюда, из этой книги. то, что много неправильно, конечно. И сегодня уже раввины Торе противоречат и спорят с Торой. Все, что в Торе там уже у некоторых уже неправильно то, что в Торе, а правильно то, что они говорят. Конечно, это перебор, мы это понимаем, да? Но когда говорят Ашем, можно задать вопрос, а что это за имя? Имя, которым можно спастись. Это имя Ишуа Мессии. Есть место для проповеди. Поэтому Павел использовал даже цитаты греческих поэтов. Здесь он говорит, как некоторые из ваших стихотворцев пишут, послание Коринфянам, если я не ошибаюсь, где написано, что плохие сообщества развращают добрые нравы. Это фраза, которая взята тоже из пьесы, написанной за два-три столетия до этих событий. Написал ее некий Минандер, греческий поэт. И вот в этой пьесе звучит фраза «Дурные или плохие сообщества развращают добрые нравы». И Павел пользовался этими цитатами. Почему? Потому что в этом формате грекам легче было понять идею монотеизма, которую пытался он донести до них. Так же и здесь он говорит, как некоторые из ваших стихотворцев пишут. Другими словами, он говорит, если Бог произвел весь человеческий род от одной крови, то в то время люди знали единого Бога. Так или нет? А потом, после Вавилонской башни, люди стали искать Бога, а нашли бесов или демонов в лице идолов, которых стали себе создавать сами. Потому что идолопоклонство за этим тоже состоит духовный мир, но не Создатель, а все, что в Поднебесе. И человек отклонился. Поэтому Павел говорит, когда-то в дни древние люди знали Творца, а потом стали забывать, а потом вместо него на их место поползли идолы. Но он говорит, даже ваши философы или стихотворцы имели определенные проблески такие вот. У них как бы было какой-то миг озарения, когда они говорили правильные вещи. На них опираясь, он им проповедует. Для нас, живущих сегодня в Израиле мессианских евреев, имя Ешуа Машеха должно быть главным и на первом месте, друзья. Впереди всех традиций, впереди любой литургии, впереди всего. Но не обучаясь второстепенным вещам или вспомогательным инструментам, мы тоже не сможем качественно донести имя, которым может спастись человек. Потому что как еврей, так и язычник может спастись только через одно имя, через Ешуа Мессию. Нет другого имени, данного человеком под небом, которым бы нам надлежало спастись. Несколько отрывков я хочу зачитать параллельных таких по мысли. Это первое послание Иоанна, которое подводит нас именно к тому, что через Ешуа Машеха человек может получить дар вечной жизни. Ведь и в иудаизме, и в христианстве воскресение из мертвых центральная доктрина. воздаяние в веке грядущим праведникам и нечестивцам это общая доктрина. Понимаете? Книга Данила мы помним и, конечно же, Новый Завет. Вот с 21 стиха я возьму 1 Иоанна, 2 глава пока я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякое ложнее от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Ешуа есть Машех? Это Антихрист, отвергающий отца и сына. То есть в лице сына он отвергает и отца. Последовательность выстраивает здесь апостол. Всякий отвергающий сына не имеет и отца. Видите, как пишет апостол? А исповедующий сына имеет и отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас, если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце. И вот 25 стих. Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Амин. Я снова хочу вернуться к 23 стиху. Всякий отвергающий сына не имеет и отца. Посмотрите, сегодня в нашем народе сына отвергают же. Это не только написано в Евангелии от Иоанна. Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. 14 глава, 6 стих. Правильно? Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И что это говорит? В Диане апостолам написано нету другого имени, которым надлежало бы спасти человеку. Одно только имя, нету окольных путей. Знаете, сегодня модно говорить к Богу разные пути ведут. Особенно в католической среде эта мысль очень сильно как бы насаждена. Что можно прийти к Богу как бы подняться на гору разным маршрутом. Писание говорит один только маршрут. Узкий путь. Одна только дверь. Нету второй двери или третьей. В этом вся суть. И точно так же как для всех народов, так же и для евреев, для нашего народа. Потому что мы от одной крови все произошли. Друзья, нету другого имени, которым надлежит спасти человеку. Что интересно, с разных сторон и из разных источников я слышу одно и то же. В мусульманских странах и в мусульманской территории, так, на мусульманской территории, Ишуа является лично людям. Очень много свидетельств сегодня. Просто завал, масса. Такой способ, такой путь, понимаете? То же самое мы слышим в еврейской среде. Тоже довольно часто. Лично приходит и является кому-то в видении, кому-то во сне. Причем по два, по три раза подряд очень явно. Так, что человек уже не может жить потом спокойно. Потому что для каждого человека у Бога есть свой план. Но когда мы, бросая семена подготавливаем почву, мы сотрудничаем с Богом. Представьте, кому-то въявился Ишуа в видении или во сне, а до этого один, второй, третий говорил с этим человеком, и потом ему приходит Господь, у него сразу все соединяется как лего, уже вот в такой вот цельный фрагмент его жизни, что и он точно понимает, что ему надо обращаться именно к Иисусу Христу. Также, что интересно, вот, в мессианском пространстве бродит или ходит, не знаю, как это сказать, часто можно услышать размышления, а можно ли молиться Иисусу Христу? не буду развивать дальше эту мысль, но эта мысль явно на двух гвоздях держится, понимаете? Что интересно, ее озвучивают либо люди довольно известные, либо совершенно безграмотные, или люди, которые не ведут на самом деле образ жизни духовный, а как бы рядом находятся с этим. ну, например, давайте я вам приведу простой пример. Представьте себе, что существует Институт ядерной физики, в котором есть лаборатория, там, где проводят разные опыты, и какой-то человек с улицы, который ни разу там не был, пытается вам рассказать, что там происходит в этой лаборатории. Второй человек работает в этой лаборатории. Кто из них больше знает, как вы думаете? Вы уверены в этом? Абсолютно. Я забыл вам сказать, он уборщиком работает в этой лаборатории. Смотрите, какой маленький нюанс заставляет вас поменять свое мнение. И это не просто схоластика, поверьте, это жизнь, поэтому вы так реагируете? Совершенно недавно просто ко мне посыпались, посыпались вопросы. Прислали мне интервью некого Михаила Карповецкого, я у кого не спрошу, никто про него ничего не знает в Израиле, но это не важно. и Александра Шевченко. Перекосы в мессианском движении. Ну, не могу не упомянуть, люди же открыто в интернете говорят. Хочу выразить свое мнение. Я прослушал это интервью, послушайте, ну, это человек, во-первых, сам себе противоречит, сам себя как бы обличает, хотя бы открыл там почитал вот то, о чем он говорит. например, прозвучало, причем это же можно сейчас прямо открыть и посмотреть. Человек утверждает, что в Талмуде существует там кусок, который называется толдот ешу. Я-то, ну, как бы много лет назад еще знаю все это. В Талмуде вообще не пишется об Иисусе ничего. ни в одном трактате. Четыре раза упоминается имя, но не он, а просто человек с таким именем. А толдот ешу было написано примерно в 12-м, 10-12-й век. Вообще не имеет никакого отношения к Талмуду. То есть абсолютно безграмотное заявление. Дальше человек заявляет, что только Писание и больше ничего. Он пользуется только Писанием. И потом говорит, что на Песах он кушает и мацу и булки с яйцами крашенными. У меня вопрос, а где в Писании про крашеные яйца что-то сказано? Ну и как бы второй персонаж. И я подумал, знаете, это все равно, что взять агронома, пускай очень хорошего агронома, взять механизатора колхозе «Светлый путь» и послушать их мнение по поводу нейрохирургии. То есть как правильно сделать операцию на мозг. Вот то же самое. То есть два человека, которые совершенно не разбираются в теме, на весь мир об этом говорят. Ну сколько можно уже? Хотя бы была бы подготовлена какая-то информация. Настолько все неквалифицировано. И люди это кушают, и люди в это верят. Знаете, это как охота на ведьм. Лучше бы разобрались они, вот эти люди, с проблемами в славянском братстве в Америке, которые сегодня там есть. Это просто катастрофа. Страшно говорить, но это все вы найдете прямо в ленте Ютуба. Так вот, сегодня и мессианские думают, как бы, вот примерно так же размышляют, понимаете? То есть, а можно ли молиться Ишуа Мессии? Мы здесь прочитали, тот, кто принимает сына, тот, кто обращается к сыну, он имеет уже часть в отце. Другой текст давайте возьмем. Третья глава. Третья глава вот с седьмого по десятый. Я просто почему прокомментировал вот эту вот такую ситуацию комичную, на мой взгляд. вы не представляете сколько людей, мне из-за границы стали вопросы послать и вот этот ролик с интервью. Странно, очень странно все это выглядит, где только находит Саша этих людей, я даже не знаю, но как-то вот они встречаются, как-то они там находятся. я не знаю ли он пастор, там была написана его должность благовестник, я такого как бы пожалуйста, вот наше общение есть Шамаш служитель, который работал, он говорит, что он не находится даже в должности благовестника, его никто никуда не направлял. Давно это было? Два года, не, а все события вот эти? Ну вот, вот вам реакция, то есть, ну слушайте, людей разных много, то, что я понял, в Израиле он давно живет, но знаете, можно долго ходить мимо одного и того же места и не захотить туда. Никогда. И в принципе я вам хочу сказать, мне, ну, не то, что ни холодно, ни жарко, вы-то прекрасно знаете, и другие знают, я со всеми сотрудничаю и дружу. Мне вообще не имеет значения человек баптист, евангельский христианин, харизмат или пятидесятник, главное, чтобы адекватный был человек, адекватный А если нет, ну, слушайте, это уже... Да, так вот, я к тому, что не надо так, как бы, сильно реагировать на вот эти вещи, как будто что-то случилось. Послушайте, всегда помните старую восточную мудрость. собаки лают, а караван идет. И я вас уверяю, я ни на что не намекаю, я просто говорю мудрость восточная. Именно так звучит. Собаки лают, а караван идет. Еще Гамалиил в первом веке сказал, ребята, в Синедрионе сказал, отстаньте от этих людей. Если это от Бога, то вы богопротивниками можете оказаться, а если не от Бога, оно само развалится. Поэтому, честно вам скажу, я не знаю, от чего так сильно напрягся Алекс Шевченко, как будто кто-то его назначил смотрящим за мессианским иудаизмом. Что-то очень странные вещи происходят. Никто его не назначал даже ответственным за славянское братство в Америке, не говоря уже про нас с вами. Ну да, они, конечно, лучше разбираются, как мы тут живем и как нам проповедовать в Израиле. Поедьте, научите эскимосов пользоваться снегом, строить сани и ловить тюленей. Почитайте в интернете, там много сейчас есть, и поедьте ему там на месте, покажите, как ему охотиться. Вот то же самое, один к одному. Но что интересно, тысячи людей кушают это все. При том, при всем, что я ничего не имею лично против ни Карповецкого, ни Шевченко. Но, извините, вы сами как бы толкнули меня, поэтому хотя бы скажите извини. проходящий человек по улице, если кого-то толкнул или наступил на ногу, просит прощения. Ну, а здесь умеренно как бы тебя пытаются расшатать. На самом деле я долго молчал. Ну, вот побуждает Бог меня сказать. Хорошо. Текст, третья глава. послание апостола Иоанна, первое послание, седьмого стиха. Дети, да не обольщает никто вас, вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный и не любящий брата своего. Амин. Главная мысль, для чего явился Сын Божий. Во второй главе написано, что величайшая заповедь, это вечная жизнь, которая нам дана через Ишуа, Машеха. А здесь написано, он пришел разрушить дела дьявола. Дела дьявола, послушайте, это смерть, потому что Сатан вот эту смерть посеял в человека вместе с грехом. Грех, он как бы контейнер вот этого вируса под названием смерть. Поэтому Ишуа пришел разрушить дела дьявола, другими словами победить смерть. Ну и мы знаем пророчество, да, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Мы знаем пророчество, что он смертью смерть победил. То есть удивительные вещи, как он действовал нестандартно, но это промысел Бога. Поэтому единственное имя, которое есть на планете Земля, ну и для космонавтов тоже, если они где-то находятся в межгалактическом пространстве, везде одно только имя. Это имя Ишуа Машех или Иисус Христос. Касательно вот этих молитв или сомнений, вот у людей сомнения, можно молиться Иисусу Христу или нельзя? Кто вообще слышал об этом? Я один что ли? Выше? О! Можно по грибы идти. Лес рук. Почему сомневаются люди? Я вам уже сказал, оснований нет у них. Вот нету правильных оснований. К сожалению, вера строится на песке. Ну и подмывает или размывает берега у этих людей. Потому что кто-то говорит, а, ну он там только человек, или он же Сын Божий, а не Бог. Такие вот разные вещи люди говорят. давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 16 глава. Как я сказал, я хочу укреплять в вере нас, ну и тех, кто нас услышит тоже. 16 глава Евангелия от Иоанна, с 23 стиха. Конечно, нужно было бы читать с 5 стиха, но я возьму как бы основной отрывок. Иоанна, 16 глава, 23 стих. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Это говорит Ешуа. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое даст вам. Посмотрите, я сейчас продолжу дальше читать. правильный порядок молитвы обращаться к Небесному Отцу во имя Ишуа Мессии. Это то, что мы делаем в нашей общине, это то, что мы делаем уже 20 лет в нашей общине и учим так людей. И мы, бывая в разных местах, мы тоже слышим молитвы. Человек помолился и, допустим, просто в конце говорит Аминь. Да будет так. Да? Но мы изначально как бы учим людей молиться Небесному Отцу во имя Ишуа Мессии или во имя Иисуса Христа. Почему? Потому что это учение, которое дал нам наш главный раввин Ишуа его благоволение. Он сказал, все, что вам скажет мой Сын, слушайтесь во всем и поступайте так, как он говорит. И он говорит, в нем мое желание доброе в отношении человеческого рода, я уже добавляю, который произошел от одной крови. Соединяю, как бы, это не от себя, это просто дополнительный стих из Священного Писания. 24 стих. Да ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. В этом смысле это определенно новое учение. До прихода на землю Машеха в первый раз, как Бен-Юсеф, в соответствии с еврейской традицией, озвученной в Талмуде. Машех Бен-Юсеф и Машех Бен-Давид. По сегодняшний день это все еще территория дискуссии, тем не менее. Осуществилась первая часть. И он говорит, вы до этого никогда не просили во имя мое. Почему? Потому что до этого момента никто не знал точно личность эту. Это была ожидаемая, но неизвестная личность. некоем роде абстракция еще. Но абстракция это не существующее, а это как бы не выведенное в явную форму материальном и физическом мире, но существующее от начала в духовном мире. То, что мы знаем из Писаний, так или нет? Потому что он агнец Божий, закланный от начала, то есть на нем утверждается мироздание. На этой жертве все держится. Удивительная вещь. И постепенно Бог, как Слава сказал, откровение прогрессирует. Понятно, это не Он сказал это, все говорят, и я в том числе, но тоже это не я придумал, а умные люди. Действительно, откровение о Мессии, оно как бы проявляется. Вот кто когда-то делал фотографии, я помню, в детстве со своим отцом, мы закрывали там в кухне, красная лампа, этот увеличитель, печатали, глянцеватель был, чтобы сушить сразу фотографии, мы никогда на прищепках не сушили. И ты просто чистый лист бумаги кладешь, включаешь кнопку изображения там выдержка 2 секунды, 5 секунд, я не помню, убираешь, бумага, она и есть бумага, чистая, а потом кладешь ее в раствор, то есть прозрачный раствор, вода, в которой разведены определенные химикаты, называется проявитель. Данил, поправь меня, если я где-то ошибусь. Проявитель. И ты смотришь на твоих глазах, фотография начинает проступать. И если вовремя ее оттуда не взять, она станет вся черная. Вот этот проявитель, он сожжет эту фотографию. Поэтому проступающее изображение на бумаге, когда оно набирает достаточную яркость для тебя, или там, ну есть критерии какие-то, его еще две ванночки нужно в закрепитель потом, чтобы осталось именно так оно, а потом промывается уже в чистой воде. Вот точно так же откровение о Сыне Божьем. Оно проступает, но в какой-то момент нам нужно закрепить его в себе для того, чтобы оно не превратилось просто в черный лист бумаги. К сожалению, с некоторыми это происходит. Ну и промывать мозги иногда надо чистым Евангелием, чтобы этот образ закрепился навсегда в нашем внутреннем человеке. Я дальше хочу почитать. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю в мир и иду к Отцу. Аминь. Дальше Господь обещает, что не оставит одних, когда уйдет к Отцу, а пошлет Духа Святого, Утешителя, вместо себя. конечно же, правильно и нужно молиться во имя Ишуа Мессия. И если кто-то обращается не к Отцу во имя Ишуа, а к самому Иисусу Христу, это тоже правильно, потому что Отец сказал, Ишуа говорит, я в Отце и Отец во мне. Если кто-то по своим каким-то причинам имеет определенное духовное развитие или определенное духовное знание, которое формировалось в этом человеке, потому что в той или иной динаминации так понимали, то это тоже нормально, в этом нет отклонения. Если кто-то сегодня молится Иисусу как Богу, конечно это нормально, потому что Он Бог воплоти, потому что это Отец явил себя нам в Сыне, себя. Другое дело, мы никогда это не сможем понять, а тем более объяснить, как это. Но мне нравится в Израиле, знаете, как говорят, вопрос и аргумент такой, Лама, Каха, вот в этом случае это очень правильно, то есть а почему это так ответ? Вот так, это вот так, Каха, понимаете, это так, никто никогда не сможет объяснить природу того, чего мы не знаем, Бога никто никогда не видел, его никто никогда не трогал, понимаете, и отдельные люди, которые с ним говорили, когда мы с Божьей помощью с ними встретимся, уже там спросим, но в принципе там можно будет уже их даже не спрашивать, а самому задать вопросы или увидеть хотя бы, да, то есть все вот это это то, что написано в послании к Коринфянам, не видел того глаз, не слышал этого уха и даже не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, вот мир грядущий, мы даже не можем себе представить, какой он, как бы ни старались, единственное, что можно с уверенностью сказать, там лучше, чем здесь, болезней нет, слез нет, и зла нет, понимаете, а вы знаете, сегодня многим людям трудно себе представить жизнь без притонов, без казино, без, не знаю, там клубов ночных или что-то, не могут себе представить, а что там будем, там скучно что-ли будет, я всегда думаю, господи, ну почему у этих людей понимание об аде и рае, как из журнала крокодил, там в конце карикатуры были часто на эту тему, какой примитивизм, вот это и есть времена неведения, понимаете, вы знаете, вот эти времена неведения, вот хочется мне сказать об этом, представьте себе на минуточку, нет электричества, нету микроволновых печей, нету газа в баллонах, нету полуфабрикатов в морозилках, нужно добыть огонь, нужно поймать рыбу или добыть себе пищу другим способом, я имею ввиду охоту, нужно пахать землю, садить хлеб, вдумайтесь в это, это и есть времена неведения, человек беспомощный сегодня, сейчас если выключить электричество, большая часть жителей мегаполиса начнет умирать с голоду, потому что микропечь, это микроволновку нельзя зажечь, не работает, не знают, как приготовить кушать, не все, конечно, но к этому идет. Я еще один стих хочу зачитать, это первое послание к Коринфянам, отрывочек, 15 глава, 1 Коринф, 15 глава, прямо с первого стиха, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, которое мы утвердились, которое мы спасаетесь, если и преподанное удерживайте так, как я благовествовал вам, и если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то, есть, что Христос умер за наши грехи по Писанию, что он погребен был и что воскрес в третий день по Писанию, амин. В чем здесь Евангелие? Ни одна религия мира, ни одна, послушайте внимательно, религия мира не имеет внутри себя подобной концепции, чтобы заранее через пророков Бог что-то сказал, а потом в точности исполнил так, как это сказал через пророков. Единственное, религия слово не очень хорошее, я понимаю, да, ну так, технический термин такой, вот возьмем его. Иудаизм и христианство это как бы корень и ветви, это одно растение, это одно дерево, потому что я не думаю, что об этом надо много говорить сегодня, но единственный раз в истории человеческого рода Бог говорит заранее, как родиться, как умрет, больше трехсот пророчеств. Для чего? Чтобы когда это произойдет, люди безошибочно могли определить Мессию, чтобы люди безошибочно могли определить того, без которого невозможно спастись. И поэтому Павел, величайший из раввинов, говорит, он по Писанию пришел, то есть в соответствии с Писаниями жил на этой земле, в соответствии с Писаниями умер, в соответствии с Писаниями воскрес, и в этом нам надо утвердиться. Это и есть доказательство, потому что сначала сказали, а потом все произошло один к одному. Поэтому и написано, праведный пусть еще очищается, а нечестивец пускай оскверняется. Верующий будет верить, неверующий будет не верить. Неверующие тоже не могут ничего доказать. Если вас кто-то спросит, вы так и скажите, вера не нуждается в доказательствах, на то она и вера. Мы не должны никому доказывать, что есть Бог или что Иисус является Машехом. Мы в это верим, потому что мы исследуем Писание, а они свидетельствуют о нем. И это все было сказано до того, как был написан Новый Завет. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, верьте, твердо верьте, что нету другого имени, которым может спастись человек. Это только имя Иисус Машеха. Все, кто молятся, молитесь. Во имя Ишуа, Отцу Небесному. Это учение Нового Завета, друзья. И если кто-то молится Иисусу напрямую, тоже нормально, молитесь. У меня это вообще не вызывает никаких проблем или сомнений или несоответствий с нашей верой. Просто так человек это воспринимает. Но это легко объяснить стихами из Библии. не надо тратить наши силы. Это же дьявол отвлекает людей от главного. А потом люди, размышляя о высоких материях, начинают грешить. Так лучше бы не грешили и знали меньше. Вот иногда так хочется сказать. И жили бы чище. Пусть Бог благословит нас. Амен.